Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратура Чувашской республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с вопросами соблюдения правовладельцев транспортных средств при страховании гражданской ответственности. Сразу оговорюсь, что речь идет об обязательном страховании. Сегодня часто можно столкнуться с ситуациями, когда гражданину вместе со страхованием ответственности владельца транспортного средства не по своей воле приходится страховать передачу жизни и здоровья, имущества и т.д. В противном случае недобросовестные организации просто отказываются производить страховку. Какая практика сложилась в нашей республике? Как и куда можно обратиться, если вам вдруг навязывают ненужные дополнительные услуги? Как грамотно зафиксировать нарушения, чтобы добиться положительного результата? Можно ли вернуть деньги тем, кто эти услуги уже вынужденно оплатил? Вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мы попытаемся ответить на наши передачи. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по назору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Сергей Владимирович Александров. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день. Сергей Владимирович, ранее страховые организации страховали только гражданскую ответственность владельцев транспортных средств. Но вот совсем недавно вдруг стали навязываться дополнительные услуги, в том числе страхование здоровья, жизни, имущества и так далее. Без этих условий почему-то вдруг отказываются гражданам выдавать полисы ОСАГО. Скажите, с какой момент это началось и вообще с чем это связано? Почему вдруг так стало? К сожалению, такая проблема возникла не сегодня. Еще в 2013 году в ряде регионов страны, в том числе на территории нашей республики, ряд страховых организаций при заключении договоров ОСАГО стали навязывать дополнительные услуги. Это страхование жизни, здоровья и имущества. К сожалению, на сегодняшний день данная проблема не исчерпана. Она существует и по настоящее время. То есть продолжает поступать обращение гражданам? Да. А в чем обычно выражается навязывание дополнительных услуг страховыми организациями? Как это вообще на практике происходит? Чаще всего без покупки дополнительной страховки компании просто отказывали принимать заявление о заключении договоров ОСАГО. Но были такие факты, когда придя в страховую компанию для продления полиса ОСАГО, клиент неожиданно для себя узнает, что бланков полисов ОСАГО нет. Но при страховании дополнительной услуги, страховании жизни, здоровья или имущества, данные полиса неожиданно появлялись у страховых организаций. Думаю, есть необходимость разъяснить нашим телезрителям, вообще правомирно ли просто так произвольно, по своему усмотрению, отказывать в заключении договоров страхования, обязательных договоров, да, страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств? Согласно федеральному закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договор ОСАГО является публичным. В соответствии с положением Гражданского кодекса Российской Федерации, отказ коммерческой организации от заключения договора, публичного договора, в данном случае договора ОСАГО, при наличии возможности предоставить определенный вид работы, услуг, товара является неправомерным. Если страховщик уклоняется от заключения такого договора, гражданин вправе обратиться в суд с требованием об обязании, понуждение заключить публичный договор ОСАГО. А также гражданин вправе взыскать причиненные действиями страховой компании убытки. Вот кроме обращения в суд, существует ли какая-либо ответственность, в том числе административная, возможно, за отказ от заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, а также за навязывание дополнительных услуг по этим договорам? Ранее, если такие факты имели место, гражданин обращался в органы Роспотребнадзора, Центробанк, прокуратуру и суд. Органы Роспотребнадзора занимались обращениями граждан, если организация навязывала дополнительные услуги. Если же в организации отсутствовали бланки по лесу ОСАГО, то, естественно, этим делом занимался орган Центробанка России. Органы прокуратуры и суды, поскольку защищают права граждан на постоянной основе, занимаются данными вопросами постоянно. А какая практика сложилась и по каким, скажем так, статьям, может быть, кодекса привлекали к ответственности? Органы прокуратуры, в органах прокуратуры Республики сложилась практика привлечения должностных лиц страховых организаций к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 Кодекса РФ об административном промышлении осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением. Однако санкции данной статьи незначительны, составляют около 3-4 тысяч рублей. В последующем, с 1 сентября 2014 года, была введена в Кодекс РФ об административном промышлении новая статья 15.34.1, предусматривающая отдельную административную ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора о страховании и навязываемые дополнительные услуги при заключении договора обязательного страхования. Скажите, а антимонопольная служба, федеральная антимонопольная служба занимается, этими организациями тоже привлекает их к ответственности? В данном случае на территории РФ доминирующим положением занимает доминирующее положение ООО «Росгострах». Если органам прокуратуры выявлялись нарушения в деятельности данной организации, соответствующая информация направлялась в управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской республике, управление, в свою очередь, уже возбуждало дело о нарушении антимонопольного законодательства. И, в пример, в декабре прошлого года Росгостраха была оштрафована Чувашским УФАС в порядке около 30 миллионов рублей. То есть, здесь совершенно другие санкции уже действуют, насколько я понимаю. Сергей Владимирович, получается, что федеральная антимонопольная служба занимается только теми страховыми организациями, которые занимают именно доминирующее положение на рынке. Совершенно верно. То есть, не любыми страховыми организациями занимается антимонопольная служба. И, соответственно, вот к таким огромным штрафам, о котором мы сейчас сказали, 30 миллионов рублей почти, да, соответственно, могут привлечь за нарушение антимонопольного законодательства только те организации, которые занимают именно доминирующее положение на рынке. Совершенно верно. В этой сфере услуг. Спасибо. Скажите, а прокуроры уже возбуждали дела об административных правонарушениях? Вот по этой новой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как Вы сказали, 15.34.1 КАПР. Да, такая практика существует. К примеру, прокурором Урмарского района в недавнее время была привлечена страховая компания по данной статье за то, что навязала гражданину дополнительную услугу в виде страхования имущества. Директор данной организации был привлечен к административной ответственности по статье 15.34.1 и отделение Национального банка Чувашской республики наложило штраф в размере 50 тысяч рублей. То есть по этой статье вообще предусмотрен штраф именно 50 тысяч рублей? Санкция предусматривает только на должностное лицо ответственность. На должностное лицо. То есть я так понимаю, что это даже не простой сотрудник страховой организации, а это то лицо, которое занимает руководящую должность страховой организации. Понятно. То есть даже несмотря на то, что какие-то действия совершает непосредственно сотрудник организации, наказывать будут, грубо говоря, руководители. Ответственность будет нести руководитель организации. Представители некоторых страховых организаций объясняют подобное поведение тем, вот я имею в виду в части отказа в заключении договоров обязательного страхования, в части навязанных дополнительных услуг, что якобы страховые взносы, которые они получают от граждан, страховые премии, ввиду относительно невысоких страховых тарифов, установленных государством, не покрывают полностью их убытки, связанные в том числе и с выплатой, скажем так, ущерба, возникающего в результате наступления страховых случаев, в результате дорожных транспортных происшествий и так далее. Ввиду того, что в настоящее время как бы повышается стоимость ремонтных установленных работ, а в то же время страховые тарифы, они не так сильно растут, то есть, и поэтому для них это уже убыточный вид деятельности, и они вынуждены поступать таким образом. Вот это как-то их оправдывает в данном случае? Вообще, как вы к этому относитесь сами? Нет, это их ни в коем образом не оправдывает. Есть требования федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности, и таких оснований, которые вы перечислили для навязывания дополнительных услуг, в законе не предусмотрены. В связи с тем, что право нарушать закон страховым компаниям никто не дал. В этом году продолжает поступать обращение граждан по таким фактам об отказе заключения договоров ОСАГО, о навязывании дополнительных услуг, не имеет место факта в настоящее время? В текущем году в прокуратуру в республике поступило более 20 обращений граждан о навязывании дополнительных услуг, либо об отказе заключения договора ОСАГО по всем указанным обращениям и инициированной соответствующей проверке. Результаты на сегодняшний день, к сожалению, неизвестны. Но мы эту ситуацию отслеживаем, контролируем. Информацию мы размещаем на своем сайте прокуратуры республики. Спасибо. А сейчас мы хотели бы показать сюжет как раз-таки об одном гражданине, который был недоволен действиями страховой организации по навязыванию дополнительных услуг. И в настоящее время он уже обратился в органы прокуратуры для того, чтобы были приняты меры. Компания «Назву страх», здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы ОСАГО оформить у вас. У меня машину мы только недавно купили. На регистрацию еще не поставили. Это возможно, да, будет? Могу. Вам примерно посчитать, сколько будет. И сколько примерно будет стоить? Примерно 7500. Антон Егоров позвонил уже во многие страховые компании. И практически во всех ему навязывали дополнительные услуги. Или утверждали, что у них закончились полисы ОСАГО. Если он отказывался от дополнительных услуг, то предлагали писать заявление и ждать порядка 30 дней. Хотя по закону страховые компании не имеют права этого делать. Я посидел, посчитал сумму через компьютер, через базу ОСАГО. Ввел свои данные и данные транспортного средства. И сумма была у меня выдана около 4000. На самом деле мне рассчитали сейчас на 7000 рублей. Я поинтересовался, почему такую сумму большую насчитали. Мне сказали, что нужно застрахование жизни. При навязывании дополнительных услуг можно обратиться к заявлению в прокуратуру. Важно, чтобы у гражданина были доказательства, подтверждающие факт навязывания. Лучше, если есть свидетели и видео-аудиозаписи разговоров. В прокуратуре нам сообщили, что подобных обращений у них немало. В настоящее время действующим законодательством предусмотрена административная ответственность должностных лиц за необоснованный отказ в заключении публичного договора страхования и навязывание дополнительных услуг в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Данная административная ответственность введена лишь с сентября 2014 года. В отношении одной страховых компаний уже было вынесено предписание. Прекратить нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в навязывании дополнительных договоров. Однако компания до сих пор не исполнила решение суда. К управлению федеральной антимонопольной службы возбуждено административное дело. Что делать, если договор с дополнительными услугами страхования все-таки заключен, нам рассказали в Уфаспу Чувашии. Первоначально необходимо обратиться непосредственно в самообщество. Спросит возвратить излишнеуплаченные денежные средства по страхованию имущества. Желательно направить в адрес общества заказное письмо с уведомлением, для того, чтобы оставался квиточек у заявителя, для того, чтобы в последующем заявитель мог обратиться к нам, приложив все необходимые документы о том, что он фактически обращался в общество. Я бы хотела призвать заявителей, для того, чтобы они все-таки к нам обращались, для того, чтобы мы в последующем имели возможность отслеживать исполнение нашего предписания. Ведь поскольку без оснований того, что у нас прописание не исполняется, мы также не сможем привлечь их к ответственности. Сергей Владимирович, Вы уже сказали, что договор ОСАГО является публичным. Является ли правомерным отказ заключения такого договора просто с мотивировкой отсутствия бланков полисов? Нет, не является. Если страховая организация работает на данном рынке и предлагает свои услуги, то она должна заключить соответствующие договоры. Но есть одно но. В соответствии с положением гражданского законодательства Российской Федерации, у организации есть на это 30 дней для рассмотрения заявлений гражданину. Мы как раз подошли к вопросу о том, как гражданину грамотно зафиксировать необоснованный отказ страховой организации от заключения договора обязательного страхования владельца транспортного средства и о том, как зафиксировать факты навязывания дополнительных услуг. Как это лучше сделать, чтобы потом у правоохранительных органов, у контролирующих органов не возникало проблем с доказыванием этих обстоятельств? Самый лучший вариант – это представить письменное заявление о заключении договора о страховании гражданского ответственности владельца транспортного средства и приложение всех необходимых документов. И иметь доказательства его получения. Это либо снять копию и попросить страховую компанию поставить входящий номер на копию заявления, либо же отправить заявление по почте с уведомлением. К заявлению необходимо приложить документы, предусмотренные правилами страхования гражданской ответственности. Честно говоря, сложно представить. Во-первых, нужно пояснить, что заявление не в произвольной форме. Форма заявления утверждена положением Банка России, и она есть на сайте Банка России и в сети интернета. То есть можно найти и форму соответствующую, она утверждена правилами страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств. Теперь возникает вопрос. Трудно себе представить, как гражданин направляет по почте это заявление, которое он по форме все-таки заполнил, установленное, и прилагает туда оригинал документов, в том числе свой паспорт, следствие регистрации транспортных средств, либо ПТС, и ждет 30 дней, скажем так. У него возникнут опасения, соответственно, вообще у него сохранность документов обеспечится, и ему не понадобятся свои документы в течение такого длительного периода времени. В данном случае можно обратиться в страховую организацию, где страховали машину ранее с копиями документов, чтобы избежать. Но поскольку законно предусмотрено приложение документов, документы вывезли с необходимым. Получается, если гражданин обращается в свою предыдущую страховую организацию, то страховая организация не имеет права требовать уже подлинники документов, достаточно копий. Конечно. То есть гражданин может просто предложить копий? Поскольку у них уже есть сведения, и если они актуальны, то достаточно копий. В последнее время в средствах массовой информации очень часто говорили о том, что можно будет скоро направить заявление и в форме электронного документа, именно о заключении договора о страховании гражданской ответственности в отделе страховых средств. Вот вы что-либо об этом знаете? С 1 июля 2015 года договор о обязательном страховании гражданской ответственности в отделе транспортных средств можно будет заключать в электронной форме в виде электронного документа. Это можно будет сделать с использованием официального сайта страховщика в сети интернет. То есть это, соответственно, упростит процедуру, как раз-таки направление заявления, я так понимаю, да? То есть гражданам будет проще, опять же, избегать фактов необоснованного отказа, я так понимаю, в заключении этих договоров, в том числе путем направления этих заявлений через сеть интернет. Слышали. Возникает вопрос, а как-то другими средствами и способами можно доказывать вот эти факты необоснованного отказа в заключении договоров ОСАГО, вне навязывания дополнительных услуг, кроме вот направления письменных заявлений по почте и так далее, и так далее? Принимаются также во внимание как свидетельские показания, так и аудио-видеозаписи. Можно прикладывать их к своему заявлению, указывать в обращениях, что данные факты могут подтвердить такие-таки граждане, либо же прикладывать соответствующие записи. То есть гражданину желательно пойти, скажем так, в страховую организацию уже вооруженную? Иметь при себе свидетеля, возможность все-таки записывать на аудио-видео разговор со страховым агентом, и тогда это будет приниматься во внимание при доказывании. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по назору за исполнение закона в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувасской республики Александров Сергей Владимирович. Как видим, обязательность исполнения требований законодателя для граждан редко используется в целях наживы коммерческими структурами, шантажирующими, казалось бы, безвыходным положением и занимающимися откровенным вымогательством. Но выход всегда есть. Главное быть принципиальным и грамотно подходить к ситуации. Если каждый из нас будет таким, удастся не только защитить себя, но и устранить проблемы в целом. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова